так видно меня видно видно говори еще хотел мирового тихоныча по поводу крещения хотел с говорить я решил на месте креститься я уже нашел кто меня крестит погружением хотя вообще поговорить вот дело вот в чем я священник сама никакого диалога вообще не провел абсолютно то есть он даже ну я не знаю готов я или нет да как же так это как можно так я к нему пришел он сама просто поговорил сказал сначала что не может крестить потому что ему там дома там с родителем проблема потом подошел просто сказал приходите мы вас по cresting все через неделю приходите воскресенье у меня уже крещение я не знаю готов я не готов что нужно для крещения ничего не сказал приходи по кристин все ночи обман не ходи потому что там будет неполное погружение у тебя то голова будут наружи а я беру с собой брата михаила как свидетеля это ничего не надо все это ничего не даст вы себя только испортите все и все у нас тут один договаривался когда начали крестить он все изменил и полно погружения не было то рука наверху то голова я сказал вы сами решать это ваша жизнь я бы никогда не пошел такому он вами не интересуется не знает кто вы такой чего от трех до пяти лет подготовка идет правило да еще скажи деньги он думает что деньги заплатить а деньги если заплатил крещение действительно это симония это я вы рассказывали проклятся кто делает дела господне небрежно ну вот проклятым все на проклятие нарвешься не спеши занимайся участвую тут беседах молитвах слово божье читая много материал посылаю о крещении вы все знаете к истину православия есть книга да я же показывал ну вот ну вот к истину православия там считая крещение там все сказано то есть он обмануть может священник нужен не один раз было договариваться полное погружение а когда начал крестить он какой-то там чуть не из ведра и еще не сделаешь погружается там и нет и воды нету ну разные разные везде обман обман поэтому будь внимателен а когда уже ты будешь в воде он тебя слушать не будет он будет делать как ему надо он начнет нервничать а а что ты меня учишь он тебя все испоганит и все твоего крещения не будет вот меня вот смутило потому что у меня никакого диалога то не было уже ты уже сказал это третий раз говоришь не надо отойди от него и начинай готовиться а там видно будет все таки на потерявке остановиться и нужно ну-ка потерять вот уже точно тут у нас экзамены идет спрашивают священник в воде стоит он не будет в воде стоять это он тебя какую-нибудь кадушку там толкнет и все а в потерявке долго будет идти вот подготовка конечно конечно у нас экзамен идет вопросы задают человек в писанном виде отвечает на вопросы у у нас большой коллектив приезжают из города люди члены церковного совета и каждый вопрос будут задавать годен и годен но это носит только рекомендательный характер крещение допустить или нет зависит только священника он полновластный даже если все будут против если священник сказал за значит крестим мы если все будем против он может покрестить и наоборот но как если мы против он не крестит хотя имеет право он говорит тогда на каком основании нас запрашивает теперь он подумал что мое влияние мы на что за вопросы разные вопросы вот в песном виде нас допустим четыре человека за как комиссия была в то время в разные концы степи ушли от среди недели сделали выходной день чтобы об этом человеке написать батюшки почему решили что и он не готов но батюшка послушался вот и все все так я отхожу у меня время совсем нету и у меня огромная работа и благодарю с богом зря зря меня не не трогай давай хорошо